Здравствуйте! У нас сегодня передача про изобретения. Вот всякие разные изобретения. Ведь до сих пор же люди изобретают, да? Причем изобретение это значит полезный образец, кто-то создает полезный образец, устройство, решает какую-то задачу. Ну, пойдемте познакомимся с разного рода изобретениями. Пошли. Дмитрий Петрович, вот у вас установка, в ней электромотор с насосом и какие-то трубки. И называется это якобы устройство для получения высокой температуры вихревым способом. Это как же так-то? Я вот не понял, что же тут будет нагревать? Вихревой термогенератор. Вихревой термогенератор? Да, то есть представляет в себе насос, подаем жидкость в вихревую трубу, поток закручивается, и при таком движении происходит ее нагрев. Да, так, внизу электромотор, это в общем более-менее обычная штука, да? Насос. А, электронасос, да? Да. И он гонит жидкость. А что за жидкость? Вода? Вода. Вода. А как он ее закручивает? Почему так закручивается? Ну, тенденциальный ввод под углом. Тенденциальный, это значит, там, под углом. Под углом коси, да? Да. И вот это вот там, что видим, такой жгут, это вот как вихрь крутится, да? Да, вихревое движение, да. Такой смерч. Так, и вот это вот, как под перемешивание, она начинает нагреваться вода? Ну да. А вот, простите, пожалуйста, а вот какой тут коэффициент полезного действия? 0,94-0,98. Это значит, 94-98 процентов. То есть почти вся энергия электромотора превращается в тепловую. Тепловую, да. А не проще было просто поставить, как это называется, термоэлектронагреватель, ТЭН? Ну, эффективнее ТЭНа в данном устройстве на 20-30 процентов. А почему там рассеивается тепловой? Ну да. А-а-а, точно. Ну и со временем все-таки образуется накид и эффективно снижается ТЭН. А что, вот это можно для чего использовать? Для обогрева желудочного мяча? Да, для обогрева, для горячего водоснабжения. Ага, то есть можно, скажем, в каких-то технологических целях получать в пылевых условиях, в пылевых условиях можно получать что-нибудь. В горячую воду для обработки паром, там, каких-то... Ну, и это тоже, да. Очень здорово. А так просто, Александр. А вот там у вас такая, как аквариум, это для чего? Это установка для насечения жидкостей кислородам. Да. То есть мы тоже создаем векревое движение, при этом происходит эжектирование воздуха. А, то есть он, как бы сказать, подсасывает воздух, да? Это при таком движении, то есть эффективность увеличивается. Ну, насытить кислородом воду-то много где нужно. В аквариуме, например, я выйду живут в какой-нибудь там. И для очистки... Для очистки воды. Для очистки воды. И от всяких биологических жизнений. А вот в отличие от обычного способа, тут вот как раз связано с вихрем из подсоса. Ну, да, да, да. То есть лучше воздух растворяется, да? Растворяется водя. Сравните, пожалуйста, когда просто вот обычным компрессором надлетают, как в аквариуме, там какой процент воздуха переходит в развод? Ну, небольшой. То есть вот такое насечение лучше насечение, эффективнее, чем компрессором, ну, порядка в 6 раз. В 6 раз? Да. То есть при тех же энергозатратах? Ну, примерно, да. А, Григорий Владиславович, вот у вас станок, можно так называть, да? Предназначенный для нанесения сетки хона внутри цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Что такое сетка хона и для чего она? После того, как цилиндр расточен, необходимо нанести специальное покрытие на данные цилиндры, для того, чтобы удерживать побольше масла и, соответственно, увеличивать срок службы двигателя. А, то есть это делается набор царапин, грубо говоря, в которых ты изостревает масло, да? Да, определенного профиля и определенного... Определенного профиля это что значит? Какого же не профиля? Треугольного или трапециедального? Как правило, треугольные, но, соответственно, под определенными углами, которые экспериментальным путем выяснены. Понятно. А глубокие? Все это порядка нескольких микрон. Микрон, то есть 10 минус 6 метра, да? Да, ну то есть глазом это видно, а рукой практически не чувствуется. А глазом видно, как некую матовость, наверное, да? Ну, такая сетка, царапинки. А часто никакое расстояние между царапинками это? Ну, в зависимости от того, какой цилиндр. Просто на мотоциклах, где скорость работы двигателя очень высокая, там эти царапинки и меньше, и... Чаще? Чаще, да. Ну, а чаще это как? Какая частота? Ну, тоже около микрона. Дос очень плотный, да? Очень плотный. Это такая работа ювелирная получается. Это надо вот такую достаточно большую, как сказать, макроскопическую поверхность покрыть такой сеткой, да? Да, ну, используются специальные бруски на основе корунда, которые осуществляют это автоматически, вне зависимости от человека. То есть брусочки имеют в виду на автоматчик? Да, бруски крепятся на рабочий орган станка, и, соответственно, они уже наносят сами все автоматически. И долго он один цилиндр обрабатывает, чиркает? Значит, в пределах, в зависимости от того, какой был износ, ну, от 5 до 8-10 минут максимум. На каждый цилиндр, да? Да. А достоинство вашего станка, что он, в принципе, универсальный? Универсален под любые цилиндры, да? Под любой блок, даже под отдельные цилиндры, под любой блок, диаметром от 40 до 150 мм можем обрабатывать любой. И я так думаю, что, в принципе, наверняка эта сетка Хонана пригодилась бы и в каких-то трубопроводах, например, да? Наверняка, если так подумать, да, какой-нибудь изобретатель, узнав про вашу сетку, что-нибудь свое изобрел бы просто для обычного трубопровода. Я не знаю, для чего. Может быть, да. Просто мы не знаем его задачи. Ну, компрессорные станции, гидроцилиндры небольшого размера нам приносят, мы тоже это не будем. То есть эта сетка Хонана позволяет удержать жидкость на поверхности? Масло. Масло. Ну, жидкость. Мало ли, кому какую жидкость надо удерживать. Михаил Михайлович, вот у вас в руках такой вал какой-то, да, от какого-то, наверное, устройства. Он у вас ведь ремонтированный, оказывается, да? Да, отремонтированный. И ремонтирован очень необыкновенным способом для такого у меня обычного человека. Раньше вот это дело, значит, наваривалось в нужных местах металл, лишницы шлифовалось. А у вас что же? В данном случае представлен специальный полимерно-композиционный материал холодного отверждения, который позволяет в кратчайшие сроки без изменения структуры, так сказать, материала, детали, и отремонтировать ее со стопроцентным, как бы, введением свойств в паспортные данные оборудования. Полимерный композиционный материал, так вы сказали, да? Да, полимерный композиционный материал. Значит, там есть какая-то полимерная смола, типа эпоксидной, а в которую добавлено что? Дисперсные порошки, дисперсные наполнители. Вот даже так вот звучит такое слово современное, модное, нано-порошки, да? Да. Какой же размер этих частичек этого нано-порошка? Порядка 30 нанометров. 30 нанометров. А сколько же в этом эпоксиде будет расстояние между двумя соседними частичками? Они близко там друг к другу? Дело в том, что эта композиция строится как бы по гибридному способу. Нано-частицы и микро-частицы работают вместе. В этом материале стараются добиться минимальной порозности частиц. Порозность? Это называется техническая порозность частиц. Это как бы мы рассчитываем так, что в нашем материале как бы нет смолы. Это насыпаны полностью частицы, микро-частицы. И между ними, как бы, свободное пространство, оно заполнено нано-частицами. Это значит, картошку смешали с горохом и засыпали в ведро, да? Но еще немножко залили эпоксидной смолой туда. А все, что осталось, да, оно как бы для связки связано эпоксиполимером. Не эпоксидной смолой, эпоксиполимер, потому что это тоже сложная система. Это эпоксидные смолы, пластификаторы, противостарители. Окончательно материал представляет из себя двухкомпонентную систему, которая как бы разложена в разные упаковочки. Наносится она непосредственно на ремонтированную поверхность после определенных операций подготовки. То есть, например, мы имеем изношенное место на посадочном месте вала, либо в корпусе какого-то редуктора. Оно обрабатывается с занижением, механически обрабатывается с занижением от... То есть в минус, то есть диаметр получается меньше, чем должен быть. Меньше, чем должен быть, да. Да, после этого наносится, чем грубее поверхность, тем лучше. То есть наносятся специальные риски, либо резцом, либо... Ну, понятно, чтобы лучше взялась, так сказать, эпоксидная смола к ней привела. Чтобы увеличить поверхность контакта. Так, а вот скажите, пожалуйста, оттвержденный материал, он электропроводный? Можно получить и электропроводный. А тут у вас он не электропроводный? Да, эти материалы компонуются в зависимости от условий эксплуатации оборудования. Юрий Александрович, вы главный конструктор проекта гидронасосов. И вот у вас гидронасос приводится в действие электромотором, а вращение от электромотора передается самому насосу, вот это вот центробежному насосу. И вот этих гидронасосов есть одно интересное место, так сказать, муфта. Это то, где крутящий момент от электромотора передается, соответственно, вот к этому вот самому насосу. Бесконтактным способом. А у вас он бесконтактным способом. Это что ж такое бесконтактный способ? Нет связи электродвигателя с ротором насоса, нет механической связи. Поэтому имеется возможность полностью герметизировать проточные полости, чтобы никакие жидкости и даже их пары в окружающую среду не попадали. Это как же так достигается? Это достигается за счет того, что на валу двигателя находится ведущая магнитная полумуфта, а на валу ротора находится ответный магнит. И за счет магнитных связей передается движение от двигателя до насоса. При этом не требуется никаких подвижных уплотнений. Ага, это значит электродвигатель вращает некую магнитную систему, да? Да, часть магнитной системы. Соответственно, вращается вот это вот магнитное поле, которое система создает. А в этом магнитном поле, значит, как сказать, зависла, влипла ответная часть. Вот та вторая половинка магнитной муфты, которая уже крутит вот там вот сам насос, да? Там сам насос ротор, да. За счет магнитных связей передается вращение колесу рабочему. Это, так сказать, жесткое соединение, но при определенных усилиях эта муфта может разъединяться, что является предохранительным устройством и не выводит из строя электродвигатель. То есть, если вдруг что-то попало в насос... Попало какая-нибудь часть, колесо остановилось, муфта эта проворачивается, и двигатель продолжает вращаться на холостом ходу. Что обеспечивает безопасность работы и сохранение этого приводного двигателя. Так, скажите, пожалуйста, вот ведь есть более простые случаи эксплуатации электродвигателя, а там вот такого рода магнитную муфту использовать, может быть, тоже целесообразно, нет? В каком-нибудь, или в электродреле какой-нибудь, или еще в чем-нибудь. Там тоже эти муфты есть. Вот применение такой муфты в основном связано с тем, чтобы можно было перекачивать агрессивные и взрывоопасные жидкости. Это я понимаю. Поэтому, значит, абсолютная герметичность гарантирует перекачку радиоактивных, химически агрессивных жидкостей или бензина, взрывоопасных жидкостей. Поэтому в таких элементах, как вы говорите, это не получается, там этого не нужно. А, просто там можно обойтись с обычной муфтой? Там можно обойтись с обычным редуктором или муфтой. Игорь Зарабович, вы разработали. Это ли, как бы сказать, протез для всего опорно-двигательного аппарата, да? Это первый российский экзоскелетон для инвалидов, для спортсменов, для здорового. Экзоскелетон, значит, внешний скелет, да? Да, да. Ну, типа скафандра, можно сказать. Типа скафандра. Да, да. И как же там все наши главные шарнирные опоры дублируются там? Да, все наши суставы. Обеспечивают полную разгрузку позвоночника, тазобедренных суставов, коленных суставов и голенно-стопных суставов. То есть человек может перенести большие грузы, без всякой нагрузки. Марапонис может бежать полтора-два раза больше. Не больше скорости, а больше простое. То есть на таких протезах можно еще бегать? Да, можно бегать. Инвалиды без двух ног могут совершенно свободно перебегаться. А чем они будут приводить в движение вот эти свои конечности? А свои конечности бедрами, например. Бедрами? Бедрами, да. А там что, там какие-то есть тяги? Вы не может там не закатаете? Да, можно. Там есть специальные шарниры, специальные тяги. А вот на эти тяги нельзя поглядеть? Ну, вот тяга. Это тяга? Да, да. А ее тянется кверху бедро? Значит, смысл состоит в том, что вся нагрузка с позвоночника, с позвоночного столба передается на пояс, а с пояса через систему тяг и специальных шарниров передается на землю. То есть, как бы человек, ближайший аналог, это человек выкачелит. Он не ощущает вес, а ноги передвигаются. То есть, качель не считайте у вас на самой себе. Вот такой физический способ. Ага. Маша и Надя, а вот что за такая труба у вас в руках замечательная? Калейдоскоп. Сотовый калейдоскоп. Какой-какой? Сотовый. Сотовый. Есть сотовый телефон, теперь еще есть сотовый калейдоскоп. Это как? Ну, значит, мы сделали калейдоскоп, в котором зеркала образуют пятигранную призму. Так. Вот. Мы сделали картину, похожую на сотовую. Так мы и назвали свой калейдоскоп. А ты обычный калейдоскоп-то чем-то отличается, да? Также особенностью нашего калейдоскопа является то, что у нас два картриджа. Один большой, вот сюда можно вставить, а другой маленький, вставляется вот сюда. Катриджи мы делаем из плотных прозрачных листов и скрепляем просто степлером. Вот у нас получаются такие картриджи. Также содержимое картриджи можно менять, тем самым проводя различные исследования маленькие. Исследования? Ну да. И эксперименты. Это различные развлечения, да? Да, да, да. Здорово. Также мы пробовали получать изображение сразу при вставленных картриджах, но это не получилось. Но зато можно вместо большого картриджа ставить цветной фильтр. И тогда изображение в маленьком картридже получается окрашенным и меняется гамма цветов. Вот. Очень необычно смотрятся любые предметы. Например, если положить обычную гирлянду, то вы можете увидеть узоры, которые можно увидеть зимой на стеклах. Также мы пробовали опускать вот длинные протяженные тела. Например, вот нанизанные бусинки, да? Так. И тоже получаются очень необычные картины. Неутомимые экспериментаторы. Да, да, да. Вот, например, тоже вот там бусы, брошки и так далее. Просто опускали. Здорово. Конечно. Это как можно в микроскоп всякие вещи разглядывать. Так можно в микроссовать в этот самый калейдоскоп, да? Да, ну, например, мы придумали вот мушки такие. Они, ну, вот, искусственные. Искусственные, которые у рыбаков используются, да? Ну, они не совсем искусственные. Они с пасмассой сделаны. Ну, да, они у рыбаков используются. Вот, да. Тоже необычные, в общем, изображения получаются. Тоже необычные, да? Да. С мухами. Прелесть. Потому что много-много мух. Мы это все фотографируем, и картины получаются разные, со вспышкой и без вспышки. Тут вот такая прямо вот детская радость. Это поселок Лесорубов, видимо, да? Вот откуда-то из леса везут бревна. Тут бревна приплыли по реке. Называется мулевой сплав. А тут переработка идет, да? Так вот, это очень впечатляет с точки зрения постановки задач для изобретательства. При переработке древесины образует много отходов. Ну, во-первых, просто стружки, щепки. Если вы делаете целлюлез, у вас лигнин остается тоже кладевать. Все это надо перерабатывать во что-то. Биотехнологии всякие есть. Здесь просто, так сказать, перолиз. Раньше это называли «жечь древесный уголь». Оставался уголь древесный и летел дегут. Вот из этого дегута теперь делают жидкое топливо. Вы знаете, я вам вот что еще расскажу. Здесь вообще на этой выставке много есть интересных технологий, которые, ну, там про них показать нечего. Вот просто вот я вам сейчас про них расскажу. Есть такой замечательный способ сжигать сырое топливо, да, мокрое топливо. Вот, скажем, ну, все такое хотите, да, какая хотите биомасса, она ведь имеет калории, да, сжечь можно. Но как высушить? А пока высушишь, сколько энергии уйдет на то, чтобы воду-то испарить? Так они придумали очень просто. Пропускаем разряд тока. Вся жидкость, что есть в этой биомассе, превращается в смесь кислорода и водорода. Это прекрасно сгорает и возвращает нам тепло. Ну, а все остальное тоже горит за компанией, да. Вот такой способ. Есть еще одно изобретение, о нем тоже красиво не расскажешь, но он очень интересный. Вот важная проблема – износ деталей. Износ деталей, так сказать, трущихся. Как обычно это определяется. Берется деталь и долго-долго эксплуатируется, ну, так сказать, трется материал. А потом взвешивается, сколько материала ушло, износилось. Ну, в общем, не совсем точный способ, как говорят специалисты. Потому что пока мы перемещаем детальку от одного места к другому, смотрим износ, появляется налет окислов, всякий прилипает грязь из атмосферы, да, садит слой. И таким образом неточное измерение. Потрясающая вещь. Колесо. Трется маленький брусочек. Брусочек быстро-быстро изнашивается. Прямо видно, как он изнашивается, да. И ничего особенного не надо взвешивать. И нет никакого риска, да. Риска получить ошибочное измерение. Вот так вот. Остроумное изобретение. Мне оно очень понравилось. Жалко, показать никак нельзя. А тут праздник жизни. Праздник жизни. Праздник жизни. Александр Михайлович, вот хорошо помечтать, да, хорошо, как в детстве. Что хочешь, можно сконструировать, правда? Что у вас тут детишки сконструировали, Александр Михайлович? Детишек надо останавливать. Они настолько любят смотреть в будущее, что нам за ними не угнаться. В общем-то. Ну и энергетические установки для отопления, освещения своих домов они видят немножко иначе, чем мы. Так. Совсем по-другому. И по форме, и по содержанию, в общем-то. Ну то, что на чистоту экологическую мы их настроили, будем говорить. Так. А дальше думают они. Что же они придумали? Тут какой-то вот маяк, по-моему, стоит. Принимая воду, принимая поток воды. Так. Горы это тут? Из горной местности. Представим себе, что где-то за нами находится гора. Из нее идет горная речка. Так. Напор воды. Да. Принимая, поставив трубопровод там, сделав водозабор выше по уровню реки. Они приводят эту воду к специально отведенному для электростанции месту. То есть, такую вот эту, так сказать, водокачку, да? Да. Ну, это не водокачка, а будем говорить накопитель воды. Накопитель. Ага. То есть, они берут воду. Вот, а напорная башня, тем не менее, это так правильно сказать, да? Можно сказать. Так. Ну, это немножко... Ну, понятно, но у нас-то таких и слов с вами нет, да? Да. Какие вот у детей есть. Вот они наполняют, вода наполняется, да, поднимается на определенную высоту, уже получил энергию той высоты, на которой она была. Естественно, она обладает силой для того, чтобы привести в движение генераторы. А, в этих шариках там электрогенераторы, да, стоят? Здесь они размещают электрогенераторы, производящие ток для их концертного зала, например. А-а-а, а тут на берегу еще концертный зал. Концертный зал, трещал. Нет, чтобы какую-нибудь тут соковыжималку поставить, да? А у них концертный зал. Ну, они думают другими категориями. Да, они другим мечтают. Им непонятно, как это надо соки выжимать на работе. И, используя энергию горной реки, просто с другими видами, с другими подходами в решении, они получают, хотят получать электроэнергию. Ну, кстати говоря, по крайней мере, вот, все-таки как-то вот, когда все в комплексе, кажется, что будет такая красивая, ну, как при коммунизме, одним словом. Вот я помню, последний раз такого рода книжки я встречал где-то в конце 60-х годов. Они назывались типа «За гранью 20-го века». И вот там как раз такая красивая жизнь была нарисована. Понимаете, можно сказать так, что новое – это хорошо забытое старое. Нет, это мечта просто. А мечта – это всегда у людей? Всегда мечта у человека была, есть и будет, наверное. И у детей ее отнимать не надо. Им надо помогать, творить просто. И все. Вот смотрите, какое интересное изобретение. Вроде простое, да? То ли трубочку так порезали в спираль, то ли еще что. Но создается принципиально новое качество. Их можно соединять по-всякому. И создается конструктор. У меня пальцы старые, заскорузлые, у меня плохо получается. А вот тех, у кого получается хорошо, вот смотрите, что получается. Любые фигурки, конструкции. Вот, взяли, изобрели люди. Из ничего сделали нечто. Вот, но у нас время кончается, к сожалению. Увы, я пойду скучать без вас, горевать, тосковать и ждать следующей встречи. Всех благ, до свидания, пока.